Логические операции Давайте рассмотрим, что можно делать с несколькими объектами в 3ds Max. Например, создадим коробку, зададим ей одинаковые размеры всех сторон и, допустим, в качестве объекта для наших построений выберем цилиндр с относительно небольшим количеством сегментов. Например, 8. Для того, чтобы воспользоваться логическими операциями, они уже называются Boolean, необходимо перейти во вкладку Create Compound Objects, Create составные объекты, выделить объект, с которым будут изначально проводиться манипуляции, так называемый объект А, это так называемый объект Б. По старой терминологии до 2018 версии 3ds Max интерфейс команды Boolean был немножко другой. Начиная с 2018 версии, здесь графическое оформление поменялось и название команд. Но все те же команды, которые были до этого, они остались активными и их можно использовать. Только выглядят они немножко иначе. Если вам будет необходимо видео для старых версий 3ds Max, сообщите нам подробнее в комментариях. Мы сделаем данное видео или дадим ссылку на него. Основные логические операции, которые можно делать, это операции вычитания одного объекта из другого, это операция сложения одного объекта с другим, и это операции получения формы пересекающихся двух объектов. В старых версиях до 2018 версии можно было работать лишь с двумя объектами с помощью данной команды Boolean. Начиная с 2018 версии, мы можем добавлять количество операндов, то есть объектов взаимодействия уже больше двух. Это существенно расширяет возможности данной команды. Ну и сам принцип работы данной команды был существенно доработан в новых версиях. Для того, чтобы выбрать, какую команду, какой тип команд мы будем использовать, используется соответствующий свиток, который называется параметры операндов. Operand Parameters. Первые три понятные нам всем команды называются Union, Intersect и Subtract. Соответственно, это соединение объектов, создание профиля на основе пересечения двух объектов и вычитание одного объекта из другого. Остальные три команды это объединение объектов с возможностью создания дополнительных граней или без них. Давайте разберемся, как работает данная команда. Выбираем тип взаимодействия объектов. Если сейчас не выберем, в любой другой момент мы можем поменять тип взаимодействия. Нажимаем кнопочку свитки Bolin Parameters Adoperant, то есть добавление второго объекта и добавляем вот эту вот сферу. Активно кнопка Union, то есть объединение. При нажатии мы получаем объединение двух объектов в единое целое. Теперь это единый объект Bolin, который перемещается, трансформируется, как единое целое. При нажатии на кнопку каркасного режима мы видим, что вот такую вот форму приобрел наш единый объект. Переходим во вкладку редактирования объектов. Вторая вкладка называется модификация, да? Modify. Мы наблюдаем, что здесь у нас появилось два объекта в операндах. Это коробочка и сфера соответственно. Значит, в любой момент мы можем убрать ненужный оперант. Это может быть как оригинал коробочка, так и сфера. И в случае надобности давайте добавим еще один элемент, чтобы я вам продемонстрировал, что есть такая вот возможность по добавлению трех и более объектов. И допустим опять пусть будет тип объединения. И вот мы с вами получили вот такой вот единый составной объект, состоящий из трех элементов. Коробочка, сфера и еще одна коробочка. Давайте посмотрим, чем хороша данная команда. Ну, во-первых, вы видите, что здесь цветом каждая кнопочка имеет свой особенный цвет. Зачем это сделано? Дело в том, что в свитке параметров операнции у наших есть подгруппа дисплей, которая показывает, что в данный момент будет отображаться на экране. По умолчанию стоит параметр результат отображается. То есть готовые взаимодействия. Но мы можем выбрать пункт оперантс и в данном случае будет определенным цветом подсвечена та часть, которая участвовала во взаимодействии данных объектов. То есть мы использовали юнион на вот этой вот коробочке 0.14. Соответственно, те взаимодействия и объединения, которые здесь есть, они подсвечены вот этим характерным зеленым цветом. А если мы хотели получить объект пересечения коробочки с остальным элементом, мы бы нажали пункт пересечения. Вот. Значит, где эти три элемента пересекаются? Возьмем параметр результат. Вот посмотрите, в одном месте у нас произошло пересечение. И соответственно, вот этим вот желтым цветом системным для данной операции предназначенным место пересечения и будет указано, какой объект попал. Вот этот вот объект попал. Значит, параметр с абстракт. Вырезание. Соответственно, мы на этом элементе сейчас не видим результата. Ну, результатом получается вот такая вот небольшая прорезь. Значит, включим операнды. Как можно еще регулировать моделирование с помощью данной команды? Мы можем в стеке модификаторов развернуть данный операнд, подойти на уровень подобъектов операнды. И выделив соответствующий элемент, с которым мы хотим работать вот здесь, в этой вкладке операндов, использовать команды трансформации. Использовать команды трансформации. И вот, посмотрите, мы можем регулировать, где этот объект. Сейчас здесь выбран с абстракт, то есть вырез, вычитание. Значит, где этот объект может находиться. На каком расстоянии. И таким вот образом мы можем совершать моделирование. Просто перемещая данный объект. Соответственно, во вкладке дисплей, если мы выберем операнд, будет подсвечено, во-первых, цветом соответствующим, указанным на кнопочках. Во-вторых, мы с вами будем видеть те объекты, которые как бы видеть не должны. Вот, значит, выбираем сферу, например. И тоже нажимаем пересечень. Прошу прощения, тоже вычитание возьмем. Вот, то есть здесь показана сфера, которой не будет. И готовый результат. Сфера подсвечена тоже синим цветом. Убираем переключатель в позицию результат и можем наблюдать вот такой вот элемент. Соответственно, на подуровне редактирования операндов мы с вами можем менять их местоположение, благодаря чему мы с вами можем получать достаточно интересные формы. регулировать мы можем каждый из операндов, его местоположение, пространство, повороты, масштабирование. То есть все инструменты, известные нам из предыдущих лекций, здесь уже будут работать. Давайте рассмотрим вкладку дисплей дальше. Значит, выделенные операнды в данный момент будут только отображаться в каркасном режиме. И если мы поставим галочку дисплея Asshaded, то данные операнды будут отображаться как твердые тела, без каркасного режима. Ну, это достаточно неудобно, потому что мы можем... Это наглядно не показывает, какое тело будет отсутствовать в результате выполнения операции. Поэтому я считаю, что эту галочку ставить не следует. Вот. Давайте рассмотрим, какие варианты остались для объединения объектов. Значит, ну, во-первых, будем рассматривать, наверное, на сфере. Выберем сферу. Выберем объединение стандартное. Перейдем в каркасный режим. Во время стандартного объединения мы здесь наблюдаем, что остальная часть сферы и остальная часть нашего кубика она была удалена из готового результата. Если мы будем использовать такой параметр, как attach, например, при соединении, мы с вами увидим следующий результат. Значит, сетка объекта полигональная, она сохраняется. Это один из самых простых вариаций соединения. Это с соединением полигональной сетки объектов взаимодействия. Далее нажимаем команду merge. тоже команда объединения. Значит, в данном случае у нас будет присутствовать еще на вот этой вот грани, где произошло взаимодействие, вот такой вот вы видите контур прорези этого объекта с помощью данной команды. Ну и третий вариант insert тоже сохраняет всю топологию нашего единого объекта на всех объектах взаимодействия. Значит, мы можем посмотреть на боксе эти же команды взаимодействия. Кстати говоря, attach самая простая, и вы видите, что здесь ребра жесткости не было создана. Пункт merge объединения и insert вставка не немножечко различаются. Да, ребра жесткости есть, но вы видите, внутренняя часть простраивает merge полностью все элементы взаимодействия, а insert оставляет только часть целевого объекта, достраивая, не разрезая остальные элементы. Ну, это основное различие. есть еще две довольно интересных команды, две интересных команды, которые можно посмотреть. Ну, вернее, это два переключателя. Переключатель imprint он создает закрытую грань разрезом. То есть, если мы выберем вот здесь вот сферу, в результате выполнения данной команды не будет производиться вырезание, но будет вот эта вот полигональная сетка прорезана на объекте без создания отверстия. Параметр cookie делает немножко обратное действие. Мы с вами внутри получаем вот такие вот отверстия, где удаляется вся геометрия операндов. И вот такой вот пустотелый элемент для моделирования у нас с вами получается. Это основные методы работы с данными командами. С данными операндами. Давайте более конкретизируем и рассмотрим оставшиеся элементы на следующих примерах. На следующих примерах уберем этот вот элемент и посмотрим следующую задачку. Где практически можно было бы применить данную команду логической операции. Когда мы моделируем сложные какие-то здания. Мы конечно методами полигонального моделирования получаем прекрасную топологию объектов. Но это достаточно долгая скрупулезная работа. И если нам необходимо создать в стенах прямоугольное отверстие проблем никаких не возникает. Но если у нас есть арочные какие-то окна тут возникает ряд неудобств при работе. И гораздо быстрее получить отверстие в форме арки с помощью команды логического вычитания. Выделим наш соответствующий объект. Перейдем в команду boolean. Выберем пункт вычитания. И благодаря тому что команда была обновлена мы можем использовать несколько операндов для выполнения данной операции. Достаточно неплохо. Плюс провязывается вот у нас здесь уже какая-то какое-то ребро жесткости. Вот. В режиме операндов мы с вами можем менять местоположение наших вот этих вот отверстий. ну естественно вы понимаете что необходимо будет стопология дальше заниматься. У нас получаются многоугольные полигоны. Вы знаете что правильные полигоны это треугольники и четырехугольники то есть нам руками придется соединять каким-то образом ребрами эту часть модулированной поверхности для того чтобы получить правильную топологию. Но тем не менее мы достаточно быстро получаем объекты необходимые. также мы с вами можем на разных частях на разных гранях получать соответствующие объекты соответствующие элементы. это один из примеров где можно было бы использовать команду логических операций одну из данных команд. Далее рассмотрим вот эту вот вкладочку вкладочка материал значит здесь есть два переключателя в данной вкладочке вот ой так здесь есть два переключателя значит которые работают с нашими материалами ну такой вот вариант выреза значит у нас есть два объекта эти два объекта обладают различными видами материалов значит на коте какой-то один материал на заборчике другой материал когда мы работаем с помощью команды буллин мы можем выбрать взаимодействие материалов на объекте например берем compound object буллин берем apply operand material во время объединения у нас здесь остаются материалы объектов прежних когда стоит первая галочка откатываемся назад применяем буллин объединение устанавливаем retail original material во время union и в данном случае уже берется из оригинала материал и добавляется на составной объект будь то пересечение или что-либо другое соответственно вот в общем-то все свойства основные данной команды которые у нас есть работа с материалами немножечко здесь представлено но в основном это работа с геометрией и логическими операциями единственное о чем следует еще сказать это кнопочка open boolean explorer при нажатии на open boolean explorer открывается окошечко проводника логических операций где продемонстрированы все объекты и все элементы составные которые есть в нашей сцене с помощью данного окошечка мы можем выделять и делать активными те или иные элементы которые у нас есть в сцене значит собственно говоря мы можем менять количество колонок и выбирать что-то скрывать раскрывать с помощью select выделить все допустим можно выделить все составные объекты в сцене выделить поменять типы элементов но в основном это служит просто для выделения составных объектов благодарю за внимание обучайтесь вместе с нами